Если вы думаете, что разбираетесь в чувствах, то вы глубоко заблуждаетесь. Чтобы понять, что же такое настоящая любовь, нужно опуститься в самую глубину океана. Ведь там, в кромешной темноте и безмолвии, обитают эти древние существа. Вы на канале Знай.ТВ, и сегодня мы посмотрим на самых настоящих морских чертей. Не забывайте оценить это видео и подписаться на канал, а мы уже начинаем. Глубина 800 метров. Не самый дружелюбный морской пейзаж. Но даже там есть жизнь, и на дне обитает это существо. Это морской черт, почти неразличимый на фоне морского песка. У него очень странный внешний вид. Тело морского черта покрыто кожистыми выростами и костными бугорками. А по бокам его кожа свисает вниз и шевелится, словно водоросли. Заметить его очень сложно. Только спугнув, можно получше рассмотреть это существо. Большая голова морского черта сильно сплющена и скрывает в себе огромную пасть с острыми зубами, загнутыми внутрь. А два его глаза расположены сверху. Причем эти рыбы могут обитать и на значительно меньшей глубине, так что зрение ему необходимо. Это охотник, который атакует из засады. Он старается максимально экономить энергию и может несколько дней лежать неподвижно в ожидании своей добычи. Причем морской черт может вырастать свыше одного метра в длину и иметь массу до 50 килограмм. А для охоты у него на голове имеется специальный орган. Это удочка, состоящая из шипа спинного плавника, который охотник размахивает перед своей пастью. А на ее конце находится специальный нарост, изображающий наживку. Именно поэтому весь род таких рыб был назван удильщиками или морскими чертями. За их не слишком привлекательный вид. И когда кто-то любопытный подплывает близко, черт открывает огромную пасть и засасывает его туда. Делает он это крайне быстро, и полная темнота не мешает ему успешно охотиться таким образом. Причем иногда в его пасть попадает довольно большая рыба. Морские черти славятся своими огромными ртами, которые открываются очень широко. А также их желудок способен растягиваться в несколько раз. Поэтому, когда позволяет возможность, они будут есть без остановки. Некоторые виды вообще предпочитают медленно ползти по дну, размахивая своей удочкой. У всех удильщиков передние плавники трансформировались в специальные ноги, с помощью которых они могут передвигаться по дну и даже подпрыгивать, оставаясь такими же незаметными. Так он проверяет все укрытия и выманивает оттуда добычу, после чего следует молниеносная атака. Причем удильщики могут быть самых разных видов и окрасов. Главное, их максимально сложно заметить. И добычей может стать не только рыба. Любой живой организм, находящийся рядом, заинтересует удильщиков. Но такая пасть может сыграть с ними злую шутку. Из-за ее конструкции, функции отмены не предусмотрены, и удильщики не могут выплюнуть рыбу, даже если захотят. Известны даже случаи гибели морского черта из-за своей еды. Посмотрите, как тяжело вытащить оттуда перчатку. А здесь дайвер никак не может вытащить свою руку из его пасти. Не помогает даже деревянная палка. И только с помощью товарищей ему все же удалось освободить руку из такого захвата. Лучше, конечно, ему ничего в рот не засовывать. Хочется также отметить, что на европейского удильщика ведется рыбный промысел, поскольку он может встречаться относительно неглубоко. И блюда из него очень ценятся в Японии. Там даже устраивают показательную разделку тушь этих рыб с последующим приготовлением еды. Но если опуститься еще глубже, то и черти станут более страшными. Света здесь нет совсем. И чтобы привлекать добычу, эти существа используют биолюминесцензию. Специальные бактерии, находящиеся на удочке, излучают тусклый свет. Причем приманки могут быть и такой формы. А у некоторых охотников люминесценция есть даже в пасти. Этот вид удильщиков обитает на глубинах от одного километра. И там встречаются даже такие рыбы. Ее светящиеся нити действуют как кошачьи усы, улавливая движение вокруг. Но все это были дамы. Самцы удильщиков выглядят примерно так. Он размером всего 2-3 сантиметра, а весом в тысячи раз меньше. Более того, мальчики вообще не способны охотиться, и их задача найти себе самку. Для этого у самцов отлично развито зрение и обоняние, чтобы не проглядеть любимую. Найдя такую самку, самец страстно и надолго целует ее. Он выделяет фермент, растворяющий свой рот, и становится единым целым с самкой. У него отмирают почти все ненужные части тела. По факту самец становится дополнительным органом своей женушки, частью ее тела. Остается рабочим только семя вырабатывающий придаток. Таким образом, самка получает в своем теле уже оплодотворенную икру, а самец – питание до конца дней. Он не может отцепиться и поменять партнершу, выбор делается один раз. К тому же на некоторых сильных и независимых самках может быть до 6 самцов. Ведь самцы потихоньку погибают, и морской чертовке нужна все новая и новая кровь. Хотя, если она погибает, то кавалеры погибают тоже. Это позволяет самкам откладывать по 3 миллиона икринок каждый раз. Хотя, конечно, выживают в этой тьме совсем немногие. Что интересно, сначала ученые не знали, как выглядят самцы. Их даже считали мальками удильщиков, и непонятно было, зачем они прицеплялись к самкам. Да и не все виды морских чертей размножаются таким образом. Некоторые действуют более традиционно. Хотя и тут самки заметно крупнее самцов. Вот такая удивительная жизнь происходит на морском дне. А я надеюсь, было интересно и ролик вам понравился. Тогда не поленитесь, оцените его. Пишите в комментариях, про кого рассказать в следующий раз. Подписывайтесь на канал и не забывайте включать оповещения. Увидимся через неделю. Пока! Продолжение следует...